Бабушка! Одевай рубашку. Не, я в футболки пойду. Правильно, а поверх рубашка. Ты тоже. Какая рубашка? Хорошая. Одевай, говорю, одевай. На. Что за рубашка-то вообще? Рубашка очень хорошая. Таких рубашек сейчас не делает. В этой рубашке дед твой с войны пришел. Ой, такая рубашка красивая. На старину вообще твой. Очень хорошая рубашка. Красота. Чтобы галстук не дала. Сейчас дам. Да, ну да! Ну чё, а ну-ка по галстуке сейчас? Ну чё? Первое слово дороже второго. На. Ты чё захлыстил-то? Ну чё? Подивай. Галстук хороший. Такой крепкий галстук, надёжный. Дедушка твой на нём двух фашистов повесил. Ха-ха-ха! Понят, чем ты ещё? Это-это... Третьим рейхом пахнет. Ха-ха-ха-ха! Сейчас... Сейчас таких духов не еле. Фашисты-то исчезающий вид. Капец, вообще. Как урод. Куда? Что? Куда ты? Ну куда ты три кошки-то снимаешь? Ну что, я сейчас задену. Ну поверх три кошек одену. Дедушка твой всю жизнь в двух штанах проходил. Так и похоронили его в двух штанах. Да ну капец. Надо ему с перекатаной повыше задерём. Ай! Что же? Режет же! Ой! Кукловод что я не знаю? Ну я нечаянно. Я ж тебе говорю, надо двое штановки вон кокушке замёкся. Давай, вот так вот. Сейчас же поставь. Да шибисим, сейчас принесу. Солдат от Юдашкина какой-то. Вот так. Капец. Слушай, я в них в джинсы не влезу, честное слово. Ну чё? Какие джинсы? Ну чё джинсы оденут? Ну к там джинсы-то ходят. А чё мне одевать-то? Ну вот же брюки есть. Чё за брюки ещё? Ну брюки очень хорошие. Брюки отличные. Одевай. Одевай. В этих брюках дедушка до Берлина дошёл. Это ж настоящий крепдеши. Ты магазин-то закрой, а то петушок улетит. Вот взял-ка три короткие кошки и совсем поясницу-то не закрывает. Ой, а так хорошо. В пору, в пору. Будешь ходить ещё лет тридцать. Ой. Ну и кому сейчас нужен мой петушок вообще? В таком виде? Чё? Отойдётся какая-нибудь сластёна? Так как этому курятнику вообще плечить не подойдёт? Чё это надо? Ну подойдёт, подойдёт. Да главное петушков не подпускать. Без намёков тут. Где вы кроссовки? Кроссовки где мои? Кто кроссовки-то с брюками-то носит? Чё одевать-то? Ну, валенки одевать. Валенки прямо вот с брюками подходят, а? Белые валенки ко всему подходят. Такие валенки шикарные. В них, может быть, сам Жуков ходил. Похоже, в этих ходил. Как ты знаешь? Конём пахнет. Давай. Пицца. Крозовый. Очень красивый. Смотри. Я тебе сейчас брюки сверху сделаю, чтоб в снег не попал. Да ну ты чё, с ума сошла, что ли? Чё мне, шесть лет, что ли, вообще? Я не пойду, не в садик. С ума сошла, вообще не пойду тогда. Правильно. И не ходи. И не ходи никуда. Правильно, дома поселим. Да? Это, давай поженимся посмотрим. С розой сябитыми. Ну, чайный гриб попьём. Над картошкой подышим. Пряжу размотаем. Вместе спать ляжем. Ага. Сейчас. Ну, давай так уже, потвари, все смеются, пацаны. Говорят, с бабкой спишь, она тебе всю зубу выпердила. Герунду говорят. Дедушке твоему тоже всю дорогу это говорили. Смеялись над ним. Смеялись. До шестидесяти лет смеялись. Потом чё? Потом некому стало смеяться. Ходил один по кладбищу, ухахатывался. Я бы тоже лучше по кладбищу ходил, чем жить с тобой. Слушай, ну я спотею в этих триконах, честное слово. Ну, спотеешь, Сыныш. Сыныш. Куда их дедут? До колонного? Вот, Сыныш, в шапку положишь. Что за шапка надо? Ну, чё это? Шапка хорошая. Ну, чё это за шапка? Шапка кроличья. Шапка новая. Новая шапка. Да тебе это так, кролики носили. Ну, видал-то? Хорошо. Знаешь, до чего резинка? Пах. Так вот. Я трёх воров поймала. На эту шапку. Она у меня боевая. Пис. Спасибо, бабушка. Отовинул ты от меня секс-то лет на десять сейчас. Ничего. Боже, начнёшь, раньше помнешь. Так. Глумиться ещё. Ну-ка. Шарф есть. Куда? Шёлковый. Куда ты это? Что? Ну-ка, снимай эту удавку. Каудавка – это тренд сезона. Это вся Европа ходит. Шёлковый шарф. Чё ты понимала вообще? Бабушка тебе вон какой шарф связала. Это шёлковый шарф. Это тутовый шелкопряд вязал. А это бабушка. А это шелкопряд. Ты где хочешь жить? В коконе у шелкопряда или в квартире у бабушки, когда она умрёт? Скорей, муж, я не знаю. Каким-то жизненным. Где мой пуховик? Какой пуховик? Пуховик у меня был красный дедасовский. Ну ты совсем, что ли, уже с ума сошёл? Скатушек съехал. Какой пуховик-то? На улице Холодрыга минус три. Вон, тулуп давай. Чё за тулуп-то ещё? Тулуп очень хороший. Я его когда тошу, всегда пол мою. Ну чё за тулуп? Давай, одевай. Ну чё за тулуп? Ой, тулуп очень тёпный, хороший. Ну что, тупец вообще? Дедушка твоего с пленного офицера снял. Это дедушка, так я не знаю прямо. Все воевали, мародёр какой-то прямо. Расстреливать надо было в чёртовой младере и всё. Чтобы внуки жили сейчас два. Главное не боись, он уже за этот тулуп отсидел. Главное помни. Встречают по одёжке, а провожают по улу. Из такой одёжки до ума не дойдёт. Ой. Ну вот, смотри-ка. Красота. Плохо тебе. Давай я скоро вызову тебя, как увезут, я переоденусь нормально. Ха-ха-ха. Дедушку ты мне напомнил. Ха-ха-ха. Такой же придурок. Ха-ха-ха. Что там дарить-то собираетесь на день рождения? А что дарить? Скинемся по пятьсот рублей пацанами, да и всё, и подарим деньги. Пятьсот рублей? Что стоишь? Такие деньги же ищут. Пусть твои эти друзья придурочные пусть деньги дают. А ты книжку подай. А книжку ещё? А вот, Виталий Кокушкин. Как держать хозяйство в тепле. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Здрасте, Кристина Агилеровна. О, вот он, Вовка пришёл. Чё, бабушка к вам приехала? Ага. Оно и видно, да. Ну чё, баба, мы пойдём, мы опаздываем уже. Ну идите с Богом. Берегитесь, девчонки. Самцы выходят на охоту. Максим Ярец, Дмитрий Пригодкин и наша заслуженная бабушка Андрей Рожков. Поскажите мне, чья бабушка лучше? Ревы или Рожков? Редактор субтитров.